привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и сегодня мы разберем работу одного любопытного акустического устройства которое изобрел в начале 50-х годов американский физик и метеоролог бернард ваннегут между прочим брат курта ваннегута знаменитого писателя автора романов колыбель для кошки и бойня номер пять устройство это очень простое в моем исполнении она выглядит так здесь баночка и в баночку вставлена трубка по касательной а вторая трубка вставлена в крышку этой банки я их свинчивая а теперь подую в касательную трубку и раздается характерный свист а нам надо объяснить происхождение этого звука и понятно что здесь мы имеем дело с одной стороны с аэродинамикой поскольку речь идет о воздушных потоках а с другой стороны с акустикой поскольку речь идет о формировании звука и я начну свои рассуждения с аэродинамики вот изображен наш свисток воздух влетает через входную трубку и поскольку он влетает по касательной вращается внутри банки а потом этот вращающийся воздух уходит выходную трубку и здесь он должен вращаться все быстрее и быстрее потому что это движение ну с какой-то степенью точности подчиняется закону сохранения момента импульса произведение плотности на скорость вращательную на радиус вращения есть величина постоянная у нас радиус в несколько раз уменьшился значит линейная скорость вращательного движения в несколько раз увеличилась ну а поступательная скорость на входе и на выходе конечно одна и та же раз у меня трубки имели один и тот же диаметр так что здесь у меня воздух просто втекает а здесь выстекает с той же скоростью и очень быстро вращается его линейная скорость как может сказали в несколько раз выросла а что касается угловой скорости то есть частоты вращения по сравнению с тем как воздух вращался в этой банке здесь у нас во-первых есть линейная скорость в числителе она в несколько раз выросла а во-вторых есть радиус в знаменателе он несколько как раз уменьшился. Так что угловая скорость растет, ну грубо говоря, вот в квадрат того отношения входного и выходного радиусов. Это очень и очень быстро. Отсюда должны вылетать очень мощные вихри. Чтобы визуализировать это вихревое движение струи, я поставил перед выходным соплом свистка легкую бумажную вертушку, закрепленную на иголке. Подуем в трубку и вертушка разгоняется до очень приличных скоростей. Я заснял вращение вертушки на скоростную камеру, снимавшую тысячу кадров в секунду, и увидел, что вертушка совершает один оборот за пять кадров, то есть она делает 200 оборотов в секунду. А вихри на выходе из трубки очевидным образом вращались еще быстрее. Про воздушные потоки и вихри мы поговорили, теперь пора переходить к акустике. Ну и с этой целью, конечно, надо прежде всего записать звук и проанализировать его. Я присоединил к нашему устройству микрофон. Давайте дунем. И мы видим на спектрограмме главный пик на частоте 3130 Гц и два пика на кратных частотах вторую и третью гармоники. Значит, когда я дую в это устройство, что-то здесь колеблется 3100 раз в секунду. Ну и если с такой частотой вращается воздушный поток, вращаются вот эти вихри, то это, конечно, очень круто. Мы с таким простым устройством получаем такие частоты. Ну и можно сделать еще один опыт. Взять и дунуть не сразу резко, а по нарастающей, потом по убывающей. И посмотреть на спектрограмму, развернутую во времени. И мы видим на верхнем графике нарастание громкости сигнала, а потом убывание громкости. А на нижнем графике нарастание частоты сигнала и последующие убывания. Так что максимальная частота, которую я способен выдуть, это 3200 Гц. Ну и 6400 для второй гармоники. И получается, что чем сильнее я дую, чем больше воздуха пропускаю через свисток, чем больше скорость воздуха на втекании, тем громче сигнал и тем выше его частота. И этот результат, конечно, соответствует элементарной теории вихревого свистка, поскольку частота, с которой воздух вращается в выходной трубке, в конечном счете пропорциональна скорости, с которой воздух втихает во входную трубу. Пропорциональность скорости, втекающего в свисток воздуха, и частоты звука, издаваемого свистком, конечно, хочется проверить в эксперименте. И с этой целью я собрал вот такую установку, соединив свисток с воздуходувкой. С помощью трубки в винтуре будет измеряться объемный расход воздуха, а потом я его пересчитаю в скорость воздуха в входной трубе. А частоту звука я, как и в прежних экспериментах, буду как бы измерять, записывая звук с помощью микрофона и делая преобразование фурье. Ну, конечно, сама воздуходувка тоже порядочно будет в этом опыте. Но, тем не менее, микрофон стоит недалеко от выходной трубки, и поэтому он будет писать в основном именно звук, издаваемый свистком. И я буду регулировать расход воздуха, смотреть, какие при этом частоты получаются, и посмотрим, что у нас выйдет на графике. Вот экспериментальные точки. Скорость в этом опыте менялась от 10 до 30 метров в секунду, соответственно, частоты от 700 до 2400 герц. И точки, конечно, хорошо ложатся напрямую, правда, прямая почему-то не проходит через начало координат. Я подозреваю, что это связано с калибровкой трубки в винтуре. Ну, и еще хочется сказать, что ртом-то я выдувал 3200 герц, и это означает, что когда я дул ртом, я достигал скорости 40 метров в секунду в трубке. Но, правда, в течение небольшого времени. И понятно, что после того, как этот свисток откалиброван, его можно использовать как расходометр. Мы свистим в него, записываем звук и знаем, каков был расход воздуха. А если проинтегрировать, то мы знаем и полный объем легких, которые я смог выдохнуть. Получается такой спирометр. И на этом принципе основан настоящий медицинский очень простой спирометр. Ребенок свистит в него, звук записывается на смартфон, там же обрабатывается. Тут же знаем, каков был максимальный выдох и каков был полный объем выдохнутого воздуха. Это очень полезно при наблюдении за астматиками. И, кстати, некоторые исследователи делали с этим свистком опыт, прогоняя через него не воздух, а воду. И у них свисток тоже свистел. Попробую я сделать опыт с водой тоже. И вот что у меня получилось. Но, к сожалению, свиста я так и не услышал. Наверное, скорость воды, подаваемая из водопроводного крана, была недостаточно высокая. Но зато я увидел, как вода разлетается по конусу. Ну, оно ведь и понятно. Поскольку она вращается и вылетает из трубки, дальше ее уже ничто не ограничивает. И центробежная сила ее расшвыривает. А, между прочим, ведь воздух, по-видимому, вылетая из трубки, тоже должен разлетаться по аналогичному конусу, попадая на свободу. И кажется, что мы все теперь обсудили и поняли, как работает вихревой свисток. Но в действительности мы только подступились к главному вопросу. Ну да, отсюда вылетает струя из сопла, и она вращается. Но ведь, чтобы создавать звук, надо наносить по воздуху периодические толчки. Вот эти самые, 3200 толчков в каждую секунду. А откуда берутся эти толчки? Ведь просто вращающаяся струя еще не толкает воздух. Что наносит эти удары? Ну, надо думать, что этот вопрос не самый простой, но очень интересный. И я думаю, что у нас есть возможность обсудить его в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok